Заказ на 160 миллиардов и работа на предстоящие 10 лет. Когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе. Как белый лебедь расправил крылья на глазах у Владимира Путина Альбина Слагараева. Развитие системы мусульманского образования. Традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного хода. О чем еще говорили на встрече Владимира Путина с представителями духовенства Анна Городнова. Вместе вперед! Успехов вам! Путина видели, что нам надо. Мы до карадета пошли. Какой на пусте президент дал студентам, узнал Дмитрий Аринин. Маленьких снежных барсов в заповедник Татарстана. Будут созданы условия, и барсы будут размножаться. Когда начнется строительство центра по разведению барсов у Альбины Меневаевой. Белый лебедь, как феникс, восстал из пепла. Сегодня Владимиру Путину показали возрожденный ракетоносец Ту-160. Глава государства с рабочим визитом в Казани. Технологическим прорывом и успехом он назвал модернизацию самолета. Президенту продемонстрировали борт в полете. И подписали контракт на поставку 10 таких самолетов для Минобороны страны. Это значит полная загрузка завода на ближайшие 10 лет. Какое предложение внес Владимир Путин и о чем его спросили заводчане, расскажет Альбина Солгораева. Белый лебедь на высоте 300 метров в небе 7 минут. Владимир Путин внимательно следил за полетом и назвал модернизированный ракетоносец серьезным шагом в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны. Ту-160М поддержит ядерную триаду России, отметил глава государства. Ту-160 начали возрождать на Казанском заводе в 2015. Задача амбициозная вернуть в производство белого лебедя, прерванное 22 года назад. Модернизировали цеха заводов. В итоге уже сегодня новый Ту-160 на 60% эффективнее предшественника. В воздухе он способен провести до суток. Мощная, быстрая боевая машина, полностью отечественная. Двигатель будет новый, самарский, кабин экипажа стеклянная. Панель лежит кристаллические, вычислительные комплексы повышенной производительности. Этого не было на предыдущем Ту-160. Когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе. И у нас все получилось. Это реально большой успех, большой шаг вперед. На инновационное предложение есть и спрос. Сегодня получен госзаказ на 10 ракетоносцев Ту-160. Общая сумма 160 миллиардов рублей. Между Министерством обороны страны и Казанским авиационным заводом подписано соглашение, а значит завод обеспечен заказом на ближайшие 10 лет. Вместе с белым лебедем расправил крылья и завод, а значит с уверенностью и гордостью смотрят в будущее их заводчане. Когда они там две штуки друг за другом взлетали, когда земля тряслась, когда разлетались в воронье, вот тогда это особенно было. А так, конечно, всегда. Сын мой знает, что я это дело делаю. Он тоже гордится. Так, Дмитрий Пименов, молодежный лидер завода, говорит, что в завтрашнем не уверен, как никогда раньше. Президент, в принципе, нам помогает в том, чтобы воспроизводство ТУ-160 все-таки началось, потому что он один из тех, кто начал эту программу. Модернизация Казанского авиационного завода дает большой толчок к развитию всего авиационного кластера не только республики, но и страны. У нас будет развиваться и наши колледжи, и наш авиационный институт, в том числе те отрасли, которые будут работать по модернизации ТУ-160. Это более 150 предприятий, которые в Российской Федерации будут работать в кооперации Казанского авиационного завода. Как раз о будущем говорили заводчане во время беседы с Владимиром Путиным. Сейчас на заводе работает 7 тысяч человек, третий из них молодые специалисты. Все они теперь обеспечены работой на 10 лет вперед. Будут привлечены еще 2000 человек. Создание практически технопарка. На юге мы это сделаем в удобном, очень хорошем месте. Туда будем призывать молодых специалистов, молодых ученых, которые могли бы и, уверен, будут эффективно работать по своей основной специальности. В планах и строительство новых цехов и модернизация производственной базы. В завершение коллектив завода пригласил Владимира Путина через полтора года совершить полет на новом «Белом лебеде». Альбина Слагараева, Роман Безменов, ТНВ, Казань. Сегодня же президент России Владимир Путин с помощью телемоста запустил две новые установки для гидроочистки нафты и изомеризации комплекса Танека. С ними комплекс начнет производить высокооктановый, экологически чистый компонент для бензина. Уже в этом году на Танека хотят достичь миллиона 100 тысяч тонн 92-го и 95-го бензина в год. Напомним, комплекс начал строиться практически в чистом поле во время мирового финансового кризиса еще в 2006-м и стал первым за последние 30 лет крупным проектом в сфере нефтепереработки и нефтехимии, построенным с ноля на всем постсоветском пространстве. Сейчас комплекс производит 20 видов товарной продукции. Здесь работают более 3,5 тысяч человек. По итогам прошлого года в бюджеты всех уровней начислено 53 миллиарда рублей. Сегодня телемост СКФУ связал 10 федеральных университетов страны. В онлайн президент, ректоры и студенты на развитие таких университетов за 11 лет было направлено 52 миллиарда рублей. Они задают уровень, к которому должна стремиться вся система высшего образования страны, отметил Владимир Путин. Что он увидел в КФУ, что интересовало студентов и на что он их ориентировал. Подробности у Салавата Мухамадулина. Роботы-симуляторы, роботы-манекены, биобанк. Это биомедицинский кластер Казанского университета. В одном кампусе студенты постигают знания на парах и тут же учатся применять их на практике. В федеральном открыты центры формата Open Labs. В них ученые из разных стран ведут совместную работу в режиме онлайн. В онлайне сегодня и президент. Так он пообщался со студентами и ректорами ведущих университетов страны. Федеральные университеты призваны стать флагманами промышленного, социального, технологического развития целых территорий России. Ну и, соответственно, целых отраслей. Должны содействовать освоению огромных пространств нашей страны, в том числе таких стратегически важных для России, как Арктика, Сибирь, Дальний Восток. Задача стать флагманом стоит перед десятком федеральных университетов. Студенты и сами не прочь помочь им в развитии высшего образования. Сегодня молодые люди из Санкт-Петербурга предложили Владимиру Путину внедрить систему цифровых дипломов. Есть предложение и у президента. Он говорит о создании электронной базы работодателей и о возможности студентов быть на прямой связи с ними. Если вы ограничились получением справочек и бумажек, причем подчас липовых, никакого трудоустройства не будет приличного. И тогда нечего будет на зеркало принять в виде администрации университетов, которые якобы не заботятся о вашем трудоустройстве. Нужно самим активно этим заниматься. И вы точно сможете это сделать. Тем более, что работодатели заинтересованы в таком контакте. В Татьянин день студенты и ректоры вузов получили ответы на многие вопросы. Искусственный интеллект, обучение за границей и программа академической мобильности. Теперь им предстоит реализовывать тот потенциал и надежды, которые возлагает на них руководство страны. Салават Мухмадуллин, Лисан Сабирова, ТНВ, Казань. Владимир Путин сегодня встретился и с командой КамАЗ-мастер. Он поздравил гонщиков с победой на Дакаре. Отметил заслугу всей команды, начиная от механиков и завершая пилотами. Руководитель КамАЗ-мастер Владимир Чагин подарил главе государства модель победного КамАЗа и копию бедуина. Президент России всегда с интересом и надеждой следит за выступлениями наших гонщиков. Об этом говорит его встреча с командой КамАЗ-мастер в сентябре 2016 года. Сразу после победы на ралли «Шелковый путь» в Огарёво. Тогда пилоты говорили о том, что теперь предстоит принять еще один технологический вызов. Имелись в виду новые требования к двигателям гоночных машин. Владимир Путин выразил надежду, что нашей команде под силу любые трудности. Так оно и оказалось на деле. Традиционный ислам – важнейшая часть российского культурного кода. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями мусульманских организаций России. Ее он провел сразу после прилета практически в полночь. Здесь говорили о роли ислама, мусульманском образовании, развитии отечественной богословской школы и о просветительской работе. Анна Городнова с деталями встречи. Здесь только высший уровень, то есть магистратура и доктора. Перед встречей с муфтиями Владимиру Путину показали макет Болгарской исламской академии. Она открылась в сентябре прошлого года. Сегодня это крупнейший исламский центр в России. Готовит магистров и докторов наук. Раньше получить мусульманское образование в стране можно было в медресе и в специальных исламских вузах. И готовили там только бакалавров. Для продолжения обучения молодежь уезжала за рубеж. Теперь ехать не нужно. Учат в Татарстане. Сегодня Владимир Путин отметил, это важный шаг на пути возрождения богословского исламского образования в России. Без всяких сомнений, традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода. А мусульманская умма, без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа. До революции 1917 года наши российские мусульманские богословы были признаны во всём мире в качестве очень уважаемых людей. Их мнение высоко ценилось. И, конечно, за годы советской власти многое было утрачено, если не всё. Многое было, во всяком случае, выхолощено. И нам надо создавать свою школу. Идея создания такой школы пришла из Татарстана. Владимир Путин её поддержал. С самого начала, вы знаете, поддержал эту идею, которую руководство Татарстана выдвинуло. И, например, Шарипович активно занялся этим. Пожелаем ему здоровья, да, он немножко приборел. Надеюсь, что всё будет хорошо. О создании Болгарской исламской академии. И таким образом, после её создания, у нас вся триада создана. Это и медресе, это вузы и вот академия. Теперь это целый комплекс со своими учебными корпусами, общежитием, библиотекой и молельными залами. Аналогов в стране нет. Обучение идёт на трёх языках. Русском, татарском и арабском. Форму выдали, и более того, это в татарском стиле, и тюбетерика, наша национальная. В новом исламском центре хотят обучаться и иностранные студенты. Интерес проявляют из Европы. Меня посол Испании пригласил прочитать лекцию в Испании. Они говорят, мы вам даём огромную аудиторию. Расскажите, как вы строите государственно-церковные отношения. Поддержка исламского образования в России через крупные государственные вузы будет продолжена, заявил президент. Особенно важно духовное мусульманское образование среди молодёжи. Работа ведётся внутри общин, в мечетях, где имамы учат отличать традиционный ислам от его радикальных форм. По мнению президента, те, кто делает первые шаги в постижении религии, должны получить поддержку молодых муфтиев. Возраст действующих муфтиев, он заставляет нас задуматься о том, что нужно готовить смену. Но готовить на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного ислама. Духовные деятели, присутствующие на встрече, отмечают открытость диалога и взаимопонимание по ключевым вопросам. Хотя и встреча составилась очень поздно, это уже после 11 вечера было. То есть мы продолжали почти до полперва. Несмотря на это, встреча прошла очень позитивно. И настроение у президента России было очень хорошее. На очень доверительном, позитивном ключе прошла эта встреча. И президент сказал, что ислам является частью России. И что наш ислам в России имеет свой код. Это реально так. Существует наша большая страна Россия со всеми ее проблемами. И существует совершенно новая молодая Волговская исламская академия. Которая только зарождается, у которой только первые ростки. И глава нашего государства уделяет нам прямое внимание. Это само очень дорого. На встречу Владимир Путин говорил о том, что помимо крупных проектов в области религиозного образования, нужно развивать и более скромные там, где они востребованы, на собственной национальной базе богословской школы. Анна Городнова, Шат Мухаммедов, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Чтобы лично пожелать здоровья и скорейшего выздоровления Ментимир Шариповичу, Владимир Путин навестил первого президента Татарстана. Президент страны тепло поприветствовал государственного советника и поделился впечатлениями от строительства Болгарской исламской академии. Люди учатся уже там. И будем, конечно, думать над тем, как расширять. Я посмотрел еще, вы знаете, я в Уфе был, и там тоже академия создают, на Кавказе есть. Но это центр, конечно, в Николе. Да, ну это самая магистратура, высшее образование. Сейчас, мадресей же все остальные работают. Магистратура и магистратура. Конечно, магистратура и подручения. Но главное, за один год вот сделают. Надо только, чтобы те, кто метр заканчивает, ехали работать, куда нужно, а не в какую-то другую сферу переходить. А сейчас к другим темам. И вот какие новости Татарстана продолжат выпуск. Маленьких снежных барсов в заповедник Татарстана. Будут созданы условия, и барсы будут размножаться. Когда начнется строительство Центра по разведению барсов. У Альбины Меневаевой. Где мои 17 лет? Вроде как тайно это все было. Но мы слушали. В Татарстане вспоминают Владимира Высоцкого. Что связывает Республику и легендарного барда. Расскажет Рамиль Шайдулин. Строить Центр по разведению снежных барсов в Татарстане начнут в этом году. На проектирование заложено 10 миллионов рублей. Решение о создании такого центра в республике было поддержано Рустамом Менихановым. Сейчас Ирбиса в стране не больше 180 особей. Рост популяции зоологи уже давно не наблюдают. Местом для разведения барсов выбрали заповедник в Лаишевском районе. Когда можно будет заметить следы первых снежных котят, знает Альбина Менебаева. Одни из самых тихих и редких. Татарстан скоро станет единственным в России центром по разведению снежных барсов. Для них и условия одни из лучших. В Орско-Камский заповедник завезут камни, напоминающие скалы. Решение о разведении снежных барсов в республике уже принято. Место выбирали экспертной группой от Минприроды России. Вот на этом участке, с этим рельефом, с этими условиями, центр по разведению барсов создан быть может. Место для центра разведения барсов держится в полнейшем секрете. Известно, что он разместится в Лаишевском районе. Вот чуть дальше по этой дороге, в сторону деревни Атабаева, именно туда привезут маленьких снежных котят. И в Татарстане они пробудут до 8 месяцев. Будут созданы условия, и барсы будут размножаться. Скажу больше, в Европе, в зоопарках, в европейских зоопарках даже сдерживают размножение барсов. В центр разведения барсов привлекут и сотрудников Казанского зооботсада. Более того, именно в Казани откроется Криобанк, где будут собраны биоматериалы, в том числе ирбисов. Внедрят технологию, напоминающую ЭКО, чтобы в республике однозначно родились котята барсов. В питомнике будут барсы тоже с паспортами, с происхождением. И мы будем знать, каким барсом проводить эту работу. И я думаю, что этого тоже в мире пока еще никто не делал. Сейчас каждый барс в стране на счету действует федеральная программа Ирбис. Эффективность ее работы оценил и Владимир Путин. В 2011 году он лично выпускал барса по кличке Монгол в заповеднике Хакасия. Хороший мальчик, хороший, хороший. Хороший. Вы специально зашли, чтобы он зашел в клетку? Не исключено, что в Татарстане завезут самку и самца во время своего последнего приезда. Известный натуралист Николай Дроздов уже оценил успешность проекта. Все зависит от людей. Не столько даже уже от животных, сколько от людей. Уникальный случай, когда ирбисы дали потомство неволе, был в истории казанского зооботсада. Татарстан вообще подходит по условиям и ландшафту для разведения этих грациозных животных. Строительство заповедника в республике начнется уже в этом году. А там и до первых котят. Недалеко. Альбина Венебаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Обновленный отдел полиции открылся в авиастроительном районе. Напомним, этот отдел обеспечивает безопасностью весь микрорайон, а это почти 115 тысяч человек. Зданию почти 70 лет, и оно уже давно нуждалось в капитальном ремонте. Благодаря финансовой поддержке исполкома помещение полностью отремонтировали. Новые условия позволят разместить здесь кабинеты полицейских не только авиастроительного района, но и сотрудников отделов полиции Савинова и Московский. Себя лично, всего руководства ИВД Татарстану я поздравляю вас практически с новосельем. Вы лежаете в капитально отремонтированное помещение. Я еще вам с поюни пройдет и полгода. В Татарстане вспоминают, какой была лебединая песня Высоцкого. Сегодня легендарный бард отпраздновал бы свое 80-летие. Татарстанцы запомнили его молодым и на пике творческой карьеры. Он не любил фатального исхода и обещал вернуться, как корабли из песен. И несмотря на то, что барданец с нами вот уже 37 лет, Спасибо, что живой вместе со всеми сегодня сказал и Рамиль Шайдулин. Здесь жил и пел Владимир Высоцкий. Допел куплет и покинул Казань. Оказалось, навсегда поклонники артиста сегодня у первого столицы памятника музыканту. Именно это здание выбрано неспроста. Тогда в 77-м Высоцкий дал в стенах МЦ порядка 30 концертов, в том числе и последний для казанцев. Высоцкий в Казани все равно, что Пресли в Москве. В 77-м артист собирал аншлаги всю неделю концертов и больше не приезжал. Говорят одни, выступил еще раз в 79-м, возражают другие. Да, такая гипотеза есть, но невозможно просто в нее поверить. Ни фактов, ни даже очевидцев второго приезда барда в Казань не нашлось. Зато уйма записей, как Высоцкий ипотировал Зеленодольск и с театром приезжал в Челны. Меня здесь поразила даже не столько грандиозность, сколько чистота труда. Здесь я встретился с очень интересными людьми. Популярность театра подтверждает то, что нас понимают, а это главное. Каким артист запомнился после тех концертов, хрипловатым голосом и нехитрым гитарным перебором, говорит главная музыкальная скульптура Челнов. Это гитара и колокол, первый памятник Высоцкому в Татарстане. Здесь нет ни одной персональной судьбы. О свободе, в музыке и в жизни казанские поклонники поют на каждый день рождения артиста. Считают, что пусть сменилось время, но вечные никогда не утратят свои силы. Почему назван Человекной эпохой? Потому что он эту эпоху понял и пронес до наших дней. А так эпоху встретили в Нижнекамске. Здесь научились разбавлять одинокую гитару барда целым ансамблем, синтезаторами и искаженным звуком. Все для фестиваля «Своя колея». Уже пять лет Высоцкого здесь исполняют для всех горожан. А в эти дни в Татарстане ждут сына поэта. Груди, как тайно это все было. Но мы слушали, слушали и слушали. Эта музыка будет вечной. Появившись в Союзе, она пережила создателя. Став самой тиражируемой и любимой. Кто не помнит вертикаль, коней привередливых или еще раз? Еще раз, просят поклонники. Как всегда, на бис. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Рамиль Шайдулин, Александр Лобан, Наталья Лужникова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Казань, Нижнекамск, Набережные Челны. Крестный путь в картинках. Сегодня в художественной галерее Хазине открылась духовная выставка. Это 150 лучших работ современных иконописцев России. Проект приурочен к столетию Октябрьской революции, времени духовного разобщения и религиозного упадка. Алина Бережная увидела эту историю в работах мастеров. У каждого человека своя судьба, свой крест. Четыре выставочных зала. Здесь вера и искусство сплелись воедино. Из бисера, мозаики, золота и дерева. Более 150 работ на религиозную тему. Объединил проект «Крестный путь». Иконы – это центральная экспозиция выставки. Все работы выполнены в разной технике, но объединены каноническими мотивами. Иконы, которые дописаны современными иконописцами. То бишь мастерами, которые знают, любят, делают, пишут в целиком искусстве и пишут в своем определенном стиле. Живописи Глой – самая кропотливая техника. На создание одной картины из бисера уходит до четырех лет. Но есть и совсем уникальные работы – из горячей эмали. В такой технике работают единицы мастеров России. В Казани такая выставка первая. Оттого и такой интерес к ней. Видно, какой труд вложен, какая любовь в работы. За счастье, что у наших стенах галереи такая выставка. Впечатления остались очень положительные от этой выставки. Символичные названия. «Крестный путь» – это вечные духовные поиски людей. Чем закончится «Крестный путь» для каждого из нас, зависит от нас. Поскольку мы должны делать выбор и в своей судьбе, и в том, какой путь мы будем избирать. «Крестный путь» пробудет в Казани до 25 февраля, а затем пройдет по другим регионам страны. Впереди Тюмень, Курган, Новосибирск и другие города. И возвращаемся к главной теме дня. Владимир Путин приехал в Казань прямо в Татьянин день и оказался среди пяти тысяч студентов. Сегодня в столице завершился Всероссийский форум «Вместе вперед». Что пожелал студентам президент и почему посоветовал не бояться ошибок, услышал Дмитрий Аринин. Белый, синий, красный. Такие вот лайки российских цветов стали символом форума. И призыв, чтобы молодежь чаще общалась не только в виртуальной реальности, но вот так вот вживую. Особенно сегодня ждали живого общения с Владимиром Путиным. Президент приехал поздравить участников форума с Днем студента. И вот как его встретили. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Заехал для того, чтобы поздравить вас с праздником, с Днем студенчества, с Татьяниным днем. И делаю это с удовольствием. Поздравляю вас с Днем студенчества России. Благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Успехов вам! Вы люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии. Не бойтесь ошибок. Всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я искренне вам этого желаю. Успехов вам! Еще Владимир Путин пожелал, чтобы молодежь воспользовалась всеми преимуществами нашей страны. Приятно видеть то, что сам президент приезжает и поздравляет нас лично с тем, что у нас праздник, Татьянин день. Это здорово. А что приехал Владимир Владимирович, поздравить всех студентов, это просто потрясающе. Я вам безумно этому рад, потому что вот этот форум, именно город Казань, встреча с президентом, это просто счастье. Все классно, Путина видели еще. Мы только ради этого пришли. На концерте форума собрались более 5000 человек. Это студенты из 38 российских регионов, самых выдающихся. За различные достижения отметили грантами и рекомендации на их получение. Так в деле патриотизма лучшим стал студенческий клуб Казанского энергоуниверситета. А универ ТВ Казанского федерального университета признали лучшим студенческим телеканалом. Это большая честь для нас, для нашей команды вообще. Мы сделали это. И как сегодня заявили на форуме, скоро в России появится федеральный студенческий телеканал, где можно будет увидеть работу студентов из всех регионов. Это и есть воплощение одной из широких возможностей нашей страны. Дмитрий Оригин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Далее прогноз погоды. Следующий выпуск на ТНВ 21.30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Упустили победу на последних секундах. Игроки Уникса на выезде встречались с итальянским клубом Реджо Эмилия. Казанцы вели в счете на протяжении всего матча, закончив первую четверть с преимуществом в 13 очков. Однако в концовке матча соперника словно подменили. Итоговый счет встречи 76-75. В составе казанцев сразу два игрока оформили дабл-дабл. Стефан Лассмен набрал 18 очков и совершил 10 подборов, а Хакин Колом записал на свой счет 17 очков. Таким образом итальянцы вышли на первое место, но лишь по разнице мячей. Уникс остался на третьем месте в своей группе ТОП-16 Кубка Европы. Другим темам. Пока хоккеисты Акбарс и нефтехимика отправились на Олимпийский перерыв, Татарстан живет большим спортом. Во многих районах республики проходит заключительная часть первенства среди мужских команд. По накалу страстей поединки не уступают матчам КХЛ. В отличие от профессиональных клубов и высших дивизионов, здесь практически нет выходных. Играть приходится каждый день. Во время новогодних каникулы вовсе ледовые дворцы были расписаны поминутно. Начиная от самых юных, заканчивая ветеранами хоккея. В Татарстане наибольшее количество участников, а также крытых и открытых ледовых катков. Задача руководства за количеством повысить и качество. Если в КХЛ обладатель Кубка Гагарина определится в апреле, то имя победителя первенства республики мы узнаем совсем скоро. Конечно, наша задача, эти ледовые дворцы работали не только на массовость, а на мастерство. Здесь мы отбирали одаренных ребят. И в завершение к новостям футбола. Сегодня игроки Рубина вылетели в Турцию, где проведут второй зимний сбор. Команда отправилась в Белик в следующем составе. Вратари Джанаев, Рыжиков и Акмурзин. 9 защитников, 8 полузащитников и трое нападающих. В Турции запланировано 3 контрольных матча. 28-го числа играем против чешского Багеменс. На 1-е февраля назначена игра Рубина с норвежским Тромсе. А завершать этот сбор будет поединок 6-го февраля против клуба ДВТК из Венгрии. Напомню, что первая игра на сборах у Рубина с локомотивом из Ташкента завершилась со счетом 0-0. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ компании Данил Мастер. Весь январь Данил Мастер дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. Данил Мастер. Город Казань. Улица Восстания 23. Телефон 2. 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме Бавлы-Ознакаево облачная погода с прояснениями. Осадки прекратились. Температуры понизились до 16 градусов. На северо-востоке Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге пасмурно и 13 градусов ниже нуля. На севере Татарстана Менделинске, Агрызи, Менделеевске будет без осадков и также минус 13. На северо-западе Варске, Фукмаре, Балтасе местами возможен снег и до 11 мороза. Пасмурная погода временами со снегом и на юго-западе республики. Синоптики обещают 10 градусов ниже нуля. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыши будет пасмурно. Временами выпадет снег и минус 13. На дорогах снежные заносы будьте предельно внимательны. В Казани по-прежнему облачно, временами возможен снег. Температура воздуха днем 10-12 мороза. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. 773 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лыла Латыпова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова